За первые три месяца 2009 года в родильных домах России появилось на свет 394 300 детей. Более трех тысяч из них умерли. Пороки сердца выявляются у одного из двухсот новорожденных. У одного из тысячи врачи констатируют ярко выраженные мутационные изменения. Вот смотрите, что у нас происходит. Еще лет 20-25 назад лишь 20% новорожденных имели те или иные отклонения в состоянии здоровья при рождении. Сегодня уже 60% новорожденных детей имеют нередко серьезные заболевания. Первые реакции, как правило, бывают, ну что вы, мы совершенно здоровы, мы оба здоровы, и муж здоров, и я здоров, и все близкие родственники здоровы. Откуда же тогда болезнь у ребенка? Последствия, пусть даже редких застолий, непредсказуемы. Врачи и родители узнают о них только, когда ребенок появится на свет. Беременность будет протекать нормально. И роды произойдут в срок. А вот какой ребенок родится, это и есть главная проблема-проблема. ВКРАННОЛИЗИРОВ ВКРАННОЛИЗИРОВ данные переписи населения за 1900-й год в Швейцарии обнаружилось, что 9 тысяч умственно отсталых детей были зачаты главным образом в два коротких периода – сбор винограда и в масленицу. Праздники – наикротчайший путь к пьяному зачатию, когда оба или один из родителей был сильно или слегка пьян. Но если такое происходит, то и женщины, и мужчины должны знать, что их плод находится в ситуации, когда у него может случиться порог развития головного мозга, порог развития спинного мозга. Он может быть слепой, глухой, у него может быть порог сердца, у него может быть все, что угодно. У него может быть вот эта вот спрадическая мутация, и получится в итоге плод человек, который вообще никакого аналога не имеет, он не такой. И это все может быть следствием, так сказать, пьяного зачатия и токсического воздействия на плод. Дай Бог, чтобы это было редко, но так может быть. Кстати, у нас на Руси, и не так давно, 90-100 лет назад, об этом знали все. И когда осенью, в пору свадеб, праздновали свадьбы, то молодым давали квас, браги не давали. Оплодотворение – это сложный и тонкий процесс, происходящий на клеточном уровне. Встречаются две клетки – мужская и женская. Каждая из них несет определенный набор генетической информации. И вдруг эти клетки сливаются, объединяются, давая начало новой жизни. Если воздействие алкоголем произойдет в самый ответственный момент, в момент зачатия, то воздействие на эти две клетки может быть настолько сильным, что сразу же повредит генетический материал, содержащийся у них. И все следующее деление пойдет ущербно, порочно. Если говорить абсолютно простым языком, всем понятно, что алкоголь – это яд. Это определенный яд, который оказывает так называемый тератогенный эффект. Эффект аналогичный облучению клеток радиации, вызывающий всевозможные мутации. Алкоголь даже в малых дозах поражает мембраны клеток, деформирует их. И если клетки кожи или крови постоянно обновляются, то женские яйцеклетки нет. У юной девушки их около 35 тысяч. И на протяжении всего репродуктивного периода этот запас не пополняется. Действительно так. Девочка рождается с готовым набором яйцеклеток. Вот что при рождении было, сколько их было, вот столько их и остается. Девочка, родившись, имеет тот запас яйцеклеток, которые в детородном возрасте будут использованы раз в месяц и могут привести к зачатию малыша. И нельзя предугадать, какую клетку выберет сперматозоид – здоровую или поврежденную алкоголем. Повезет на этот раз или не повезет? Алкоголь превращает рождение ребенка в игру «рулетка». Чем чаще и больше прием алкоголя, тем больше шанс повреждения наследственного аппарата женщины. Траннеалкогольный опыт приводит к дефициту гормонов, необходимых девушкам для зачатия и нормального протекания беременности. Головные боли, токсикозы, угроза преждевременных родов – это лишь краткий перечень последствий. Даже те женщины, которые себе позволят раз в неделю выпить баночку пива или бакал вина, могут наблюдаться все эти осложнения беременности и родов. В Древнем Риме закон запрещал принимать алкогольные напитки женщинам в возрасте до 30 лет. В Древней Индии категорически возбранялось пить всегда и всем женщинам. Рискнувшим нарушить это табу, раскаленным металлом выжигали на лбу клеймо в виде бутыли. Специальный знак для мужчин. Эту женщину в жены не брать. Угроза потомству. Для репродуктивного здоровья мужчин алкоголь-то еще более вреден, чем для репродуктивного здоровья женщин. А алкоголь убивает сперматогенез у мужчин. Просто-напросто убивает эту всю систему репродуктивную. Вот ведь вопрос-то в чем. Очень просто все. В научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии Российской Академии Медицинских Наук сравнили образцы спермы непьющего мужчины и умеренно выпивающего. Так выглядит сперма того, кто не пьет. Множество активных полноценных клеток. А вот семя второго участника исследования. Наличие сперматозоидов неправильной формы. Движения заторможены. Часть клеток сбилась в конгломераты. А эти совсем неподвижны, мертвы. Изначально меняются процессы сперматогенеза. То есть такие мужчины, они могут реже становиться отцами. То есть можно сколько угодно стараться, ничего не получится. То же самое можно такого же рода рассуждений привести в отношении женского организма. Мы с детства знаем, что алкоголь бьет по печени и часто приводит к циррозу. Об этом рассказывают брошюры, учителя и кино. О том, что серьезно страдает репродуктивная функция, молодежь не подозревает. И если собственный организм в этом возрасте, как правило, мало беспокоит, многие из подростков вряд ли захотят лишать здоровья будущих детей или намеренно прерывать свой род, приближая себя с каждым глотком спиртного к трагическому диагнозу бесплоден. Такая тема, она в общем, ну она достаточно сложная для населения и многими воспринимается как покушение на их личную свободу. Боятся люди узнать что-то, что помешает им в дальнейшем жить спокойно. У нас почти 10 миллионов семей бесплодны. По некоторым оценкам даже 15 миллионов семей. Причиной бесплодия во многом является именно вот употребление алкоголя. Поэтому, так сказать, нет никаких объективных причин думать, что мы выходим из демографического кризиса, и мы наоборот вступаем в демографический кризис. По данным ВЦИОМ, 50% жителей нашей страны не мыслят своей жизни без выпивки. Хоть раз в месяц, но опрокинут стаканчик. Пятничный стресс, субботние посиделки с друзьями, воскресные походы в гости. А еще дни рождения, встречи одноклассников, просто хороший фильм по телевизору. Половина из 150 миллионов россиян употребляют спиртное в небольших количествах более или менее регулярно. Любой прием алкоголя, любых количеств, не проходит для организма бесследно. Организм очень тонкая система, тонко настроена. И, конечно, она не приспособлена, и никогда не была приспособлена к тому, чтобы живое существо выпивало. Хочу призвать женщин, особенно молодых женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте или вступают в репродуктивный возраст, отдавайте себе отчет полностью в том, что вы делаете. Выпивая сейчас, не удивляйтесь, если у вас появится нездоровое потомство. Кто-то говорит, что бокал красного вина никакого вреда принести не может. Кто-то говорит, да нет, красное вино содержит винокаменные соли, это вредно для плода, а вот если немножко виски, то никакого греха и нет. И когда слышишь эти наивные, нелепые, иногда основанные на собственных предпочтениях тех, кто дает советы, рекомендациях, становится очень грустно. Будущей маме достаточно всего нескольких глотков спиртного, чтобы малыш родился с патологиями. Что это будет? Неправильное строение черепа, волчья пасть или спинномозговая грыжа? Лишний пальчик на руке, отсутствие почки, нарушение интеллекта или ребенок будет слепым? Мы до сих пор не знаем и до сих пор не проведено никаких исследований в мире, надежных исследований в мире на тему, а какая патология развивается при приеме 50 грамм, какая 100 грамм, 150, какая пиво, какая вина, таких исследований нет. Практически все органы и системы могут быть поражены, а уже вот формирование как бы такого видимого порока развития, оно зависит от того, на какой стадии просто это произошло вмешательство. Чем меньше срок, тем больше повреждения, потому что именно в первые дни, буквально в первые несколько недель закладывают все наши основные органы и системы. В течение первых трех недель беременности закладываются основы основ, головной и спинной мозг. Для формирования мозга нужно столько-то клеток, определенное количество здорового ребенка, в случае воздействия этого вредного фактора их станет меньше. Возможные последствия – микроцефалия. Мозг новорожденного с таким диагнозом в несколько раз меньше, чем у здорового малыша. Головной мозг вообще не развит. Нет, даже уровня головного мозга черепахи, и того нет в голове у ребеночка. Конечно, это нежизнеспособный плод. А известно, что одним из факторов риска развития врожденного слабоумия, умственной отсталости, несомненно, является это токсический фактор. И прежде всего, алкоголизация. Младенцы, перенесшие алкогольные залпы во внутриутробном периоде, рождаются, как правило, с различными аномалиями развития и разнообразными синдромами, в основе которых, как я сказал, лежит умственная отсталость. Если мы все это учитываем, тогда рассуждения о том, выпивать беременной женщине или не выпивать, и сколько выпивать, они, в общем-то, являются неуместными. Если воздействие достаточно сильное на определенном раннем этапе происходит, чаще всего ребенка не будет. То есть произойдет спонтанный выкидыш, потому что организм вот с такими тяжелыми повреждениями будет выталкивать ребенка, то есть произойдет выкидыш. От 10 до 25% всех клинически зарегистрированных беременностей заканчиваются самопроизвольными абортами. По данным правительственных докладов развитых стран, эта цифра гораздо больше. Теряются от 60 до 75% эмбрионов. Примерно три четверти выкидышей происходит в первые шесть недель. Дальше, если беременность сохраняется, после шестой недели начинается плацентация. Это тоже очень важно. При употреблении алкоголя происходит так называемая универсальная ангиопатия. То есть это спазм сосудов. Этот спазм сосудов в конечном итоге приводит к нарушению кровоснабжения в самой плаценте. Это нарушение кровоснабжения похоже на инфаркты, которые возникают в сердце. При этом возникают некрозы в плаценте. Как мне, кто принимал роды, там, акушерка, сказал, боже мой, какая, в общем, дырявая плацента вся. У Натальи двое детей. В употреблении спиртного она себя никогда не ограничивала. Ни до, ни во время беременности. Моей старшей дочери в этом смысле повезло. Были осложнения, кислородное голодание мозга. Я ее возила в физкультурный диспансер. Вот со второй девочкой похожа. Но кроме больного сердца там, в общем-то, тоже ничего. Она не умственно отстала. У нашей героини крайний случай – Наталья алкоголик. В стране гораздо больше тех, кто просто выпивает. Они клинически и беспробудно пьет. Но, несмотря на это, результат бывает схожим. Больной ребенок. Родители, когда начинают себя оправдывать, они говорят, ну как же, я же там, вроде того, что пил что-то очень легенькое. Или я, ну я же недолго употреблял, или еще что-то. Это, к сожалению, не оправдание. В 12 недель УЗИ уже показывает маленького человечка. Со второго триместра беременности начинают расти и развиваться зачатки органов. Параллельно формируются системы жизнеобеспечения организма. Я с первым ребенком ходила в женскую консультацию. Все как полагается. Она меня простила. Это вторая дочь у меня растет в интернате. У меня очень огромное чувство вины, что у нее вот больное сердце. Она тоже, в общем, мама, я тебя никогда не брошу. К самостоятельной жизни малыш начинает готовиться на поздних сроках маминой беременности. Основные силы идут на иммунные и обменные процессы. Дозревает гипоталамус – отдел мозга, осуществляющий взаимодействие между нервной и эндокринной системами. И вот если в этом периоде происходит воздействие алкоголя, то это чревато тем, что малыш просто перестает расти. То есть он становится таким маленьким и не развивается достаточно хорошо. Уже внутриутробно формируется как бы неправильный обмен веществ. И эти дети, они низкорослые чаще всего, остаются низкорослыми. Более того, рюмка спиртного на поздних сроках может спровоцировать преждевременные роды. В медицине таких детей называют недоношенными. Они рождаются как минимум на две недели раньше срока. Их вес не превышает 2,5 килограммов, а рост – 45 сантиметров. К сожалению, это не просто он родился маленький. Например, у него килограмм, а не три. И, в общем, сейчас доберем еще два, и все будет хорошо. А он родился, когда он не дозрел для того, чтобы родиться. Существует очень страшное, врожденное, практически не изученное нигде в мире заболевание под названием, которое мы уже употребили недавно – алкогольный синдром плода или фетальный алкогольный синдром. Чем он характеризуется? Он характеризуется тем, что у детей маленькая окружность головы, у них маленькое количество головного мозга, у них так называемая микрофтальмия – это маленькие глазные щели. Очень сложный порог развития, когда у доношенного ребенка глазная щель менее 13 миллиметров. Кроме того, у ребенка могут быть изменения специфические носа, форма носа меняется, меняется состояние положения верхней челюсти, так называемая гипплазия верхней челюсти. У ребенка аномальные уши. Могут быть скелетные аномалии – это вывихтозабедренного сустава, нарушение формы грудной клетки, то есть имеет специфическую грудную клетку меньшиных размеров с воронкообразным давлением. Помимо деформации тела и лица у детей с фетальным алкогольным синдромом наблюдаются сердечно-сосудистые и интеллектуальные нарушения. И те, и другие могут проявиться не сразу, а когда ребенок вырастет и не сможет учиться в обычной школе. Вдруг родители замечают аномалии, ведут его к врачу, проводятся исследования, и оказывается, что ребенок уже родился с фетальным алкогольным синдромом, с умственной неполноценностью. Такие дети не умеют принимать самостоятельные решения, не знают, чего хотят, а часто не хотят ничего. И обычно с трудом им даются такие точные науки, математика, например. Нет абстрактного мышления. Они очень возбудимы, иногда очень трудно как бы с ними справиться, у них бывают какие-то неадекватные реакции. Иногда причиной этих проблем может быть вот такой, казалось бы, ненавязчивый алкоголизм. Если же говорить о проблемах в семье, где пьют и отец, и мать, а иногда пьет только отец, а мама пьет в меньшей степени или не пьет совсем, тем не менее у этих семей тоже вот могут быть признаки рождения такого ребенка. И нет ни одного исследования о том характере алкоголя, который может или не может повлиять на развитие фетального алкогольного синдрома. Именно поэтому так важна проблема, которой мы сегодня занимаемся, что в ней больше неизвестного, чем изведанного. Когда было очень широко распространено иностранное установление, их совершенно не волновали. ВИЧ-инфицированность, не волновала инфицированность гепатитом В, абсолютно. Они брали этих детей. Кроме одного. Ну, я не говорю о сифлисе, ради бога. РВ, чепуха. Кроме одного. Алкогольный синдром. Потому что с этим справиться нереально. И этого они очень боятся. Это нарушает как бы структуру в обществе. По последним данным европейских исследований, дети с фетальным алкогольным синдромом редко, но все же рождаются у молодых и совсем не пьющих людей. Потому что в прошлом пили их дедушки или бабушки. Человеческий геном, он, так сказать, устроен таким образом, что из поколения в поколение передается не лучшее, а худшее. То есть если есть какая-то поломка в гене, то, к сожалению, вероятность того, что именно это, поломанный этот ген, будет унаследован ребенком, а не хороший от другого родителя, вот факт остается фактом. Рожают то потомство, которое ни семье, ни обществу, ни государству пользы не приносит. Потому что они требуют постоянного лечения, а вследствие инвалидизации помещения в специализированные интернаты, а потом обучение в коррекционных школах. Всего на сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 1656 специальных коррекционно-образовательных учреждений. Всех видов. Наибольшее количество из них – это школы восьмого вида. Школы для детей с нарушением интеллекта. 1306. Во второй половине 19-го и в начале 20-го столетия в Англии жила женщина, известная как пьяница и бродяга. Ее потомство за полтора века составило 834 человека, и судьба 709 из них в точности известна. Среди них было 100 незаконно рожденных, 181 публичная женщина, 188 нищих и бродяг, 76 преступников, в том числе 7 убийц. В общей сложности члены этой семьи провели 116 лет в тюрьмах. В четвертом поколении почти все мужчины были преступниками, а женщины вели непотребную жизнь. В Англии эта семья обошлась приблизительно в 2 миллиона фунтов на содержание в тюрьмах, ночлежках, материальную помощь. Предрасположенность семьи, она была, вот по крайней мере, по маминой стороне. Я знаю о том, что еще мой прадед пил, бабушка у нас абсолютно здоровая, моя получилась, сестра ее абсолютно здоровая, а вот брат у них пил, и в пьяном виде попал под поезд уже в 30-е годы. Проблема веренной семьи с каждым поколением молодеет. Дед начал пить, когда ему было 35 лет. Мама в 30. У мамы в 30, у меня проблема в 24. Старший ребенка готов в 16 был. Вот алкоголик в 16 лет. Мы уже дошли до того, что семи-восьмилетние попадают с белой горячкой в реанимационное отделение, наркологические диспансеры. Сейчас Вера хочет уберечь от этой участи младшего. Вдруг ему повезло, и набор генов сложился благоприятным образом. Он долгожданный ребенок. Полтора года до его зачатия Вера не пила. У меня было 9 выкидышей на разных сроках. В итоге мне поставили диагноз бесплодие вторичное. Реально. Пьянка продолжается. Ребетенки вылетают. Но забеременела я. У меня уже было полтора года трезвости. Вот и выносился. Правда, вот семимесячный родился. Недоношенные слабые дети. Болезни. Трагедии. Алкоголь – это всегда фактор риска. Коварный агент, так называют его врачи. Бомба замедленного действия. Беда. Поэтому где вот это вот, где она вот выдранет, из какого поколения, из какого проклятия, из какого там еще чего-то. Лучше это вообще убрать, тогда меньше шансов, что рванет. Вот меньше. Если не будет переломлена ситуация, если каким-то образом не сформировать доминанту здоровья, здорового родительства в головах молодых членов общества, то, в общем, конечно, у нас будущее очень под большим вопросом. Во времена Советского Союза в нашей стране были популярны три плаката. На одном изображена женщина, променявшая здоровье ребенка на алкоголь. На втором молодой мужчина, говорящий спиртному «нет». А на третьем – жизнерадостный, упитанный малыш. Обязательное взвешивание к первому дню рождения с простым пожеланием – расти богатырь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова